В середине января был открыт новый корпус Видновской гимназии. Именно по его коридорам с краткой экскурсией проводили гостя до столовой, которая, кстати говоря, тоже теперь размещается здесь. Простор по современным стандартам уже сделан. Именно благодаря пристройке появилась здесь и эта большая светлая столовая. В старом помещении одновременно могли принимать пищу только 120 человек. Здесь 400. Была у нас небольшая столовая, был очень маленький пищеблок, который не соответствовал нормам Санпина. Там были очень маленькие цеха. И поэтому вообще-то идея о пристройке у нас появилась именно с идеей нового пищеблока. И поэтому у нас новый пищеблок в новой пристройке на 400 человек. Огромное помещение, хорошая цеха, современно обустроенная, с новой техникой. Сейчас в школе обучаются более тысячи учащихся. В следующем сентябре, благодаря новой пристройке, их количество увеличится на 300 человек. Елена Викторовна, за производством. Дай команду девочкам накрывать на стол. Хорошо. К депутатам, представителям руководства муниципалитета, присоединились и две мамы. Родительский контроль ведется во всех школах Ленинского городского округа на постоянной основе. Нареканий никогда не было. За 11 лет, сколько вот мы были, то есть у меня ребенок регулярно и на завтраке ходил, и на обеды немножечко реже, никаких нареканий не было. Как раз к окончанию дегустации началась перемена, и зал наполнила ребятня. Депутат поинтересовался и их мнением. Вам всегда вкусно? Да! Быстро вы кушаете? Да! Добавку бросите? Да! Мне нравится еда в столовой, мне нравится сбалансированное питание. Ну, тут достаточно вкусно. Я супы, если честно, не очень люблю вообще, в принципе, поэтому я предпочитаю котлетки с макарошками. Стоит отметить, что в Ленинском городском округе более 13 тысяч детей, обучающихся в начальной школе, и порядка 5 тысяч детей из льготных категорий питаются бесплатно. Вопрос о организации горячего питания, по которому мы сегодня сюда и приехали, он один из самых важных и ключевых. Поэтому сегодня вместе с депутатами городского совета в Бидновской гимназии проверили, как организован процесс, прошлись по производственным помещениям, посмотрели, как все организовано, попробовали, продегустировали совместно с депутатами городского совета. Вкусно, реально вкусно. Контроль питания осуществляется на разных уровнях. Первый – в школе, где каждое утро все тщательно проверяют, заполняют необходимые документы и даже фотографируют еду. Второй уровень – муниципальный. Здесь за качеством следят уже специалисты отдела образования. Есть еще ведомственный контроль, министерство образования, сотрудники министерства образования контролируют этот процесс. И, пожалуй, самый массовый – это, конечно же, общественный контроль. Сюда входит и контроль депутатский, контроль членов общественной палаты, и самый важный для нас – это родительский контроль. В ходе поездки Владимир Жук также посетил общеобразовательную школу в Лопатина. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.